Если с вами произошло что-то ужасное, вы никогда не должны забывать об этом. Потому что, если вы забудете, это может повториться. В основном, это происходит потому, что мы не научили наших детей и вообще людей в мире, как пользоваться нашими способностями. Поэтому всё причиняет боль. Мой следующий вопрос к вам, Садгуру, что если с кем-то произошло что-то плохое, и мы знаем, что это застряло в их сознании. Они много думают об этом, но в конце концов наступает момент, когда они готовы отпустить прошлое, но они не хотят, потому что будут чувствовать себя виноватыми. Если отпустят это. Почему так происходит? И как избавиться от чувства вины? Если мы говорим, например, о сексуальном насилии. Если девушка подверглась насилию и в какой-то момент приходит к тому, чтобы справиться с этим, то чувство вины не даёт ей отпустить это, потому что это очень-очень долго мучило не только её, но и её близких. Будет ли тогда правильно отпустить это? И как вообще справиться с подобной ситуацией? Я думаю, что эта проблема возникает из-за неверного понимания того, что если кому-то в жизни пришлось столкнуться с чем-то неприятным или ужасным, так или иначе это может произойти с каждым, в самых разных формах. Люди думают, что они должны забыть о случившемся. Нет, вы никогда не должны забывать об этом. Если с вами произошло что-то ужасное, вы никогда не должны забывать. Ведь если вы забудете, вы можете столкнуться с этим снова. Но мы должны понимать разницу между воспоминаниями и жизнью. Вы живы. Воспоминание — это мёртвая память. Вы должны использовать её как мудрость, чтобы не позволить таким вещам повториться в вашей жизни. Но очевидно, что большинство людей до сих пор страдают от того, что пережили 10 лет назад. Они уже страдают от того, что только может произойти послезавтра. Да или нет? Того, что случилось 10 лет назад или даже 10 дней назад, сейчас не существует, не так ли? Это существует? Нет. Того, что может произойти послезавтра, сейчас тоже не существует. Разве не так? Нет. Так что, по сути, вы страдаете из-за того, чего не существует. Сколько среди вас тех, кто изучает психологию? Есть ли медицинский термин для таких людей, которые страдают от того, чего не существует? Нет, нет, не говорите им, пожалуйста. Они из-за этого будут страдать. Если вы мучаетесь из-за того, чего не существует, в какой-то степени это означает безумие, не так ли? То, что я говорю сейчас, может прозвучать для вас жестоко, потому что «я же ранен». Вы носите свои страдания как нагрудный знак. Не делайте этого. Если с нами произошло что-то плохое, когда что-то причиняет нам боль, мы можем стать либо мудрыми, либо изранеными. Такой у нас выбор. Либо мы становимся от этого мудрыми, либо позволяем этому ранить нас. Мы уже говорили об этом. Жизнь — это определенное количество времени. Она уходит. Пока вы сидите здесь, с тех пор, как вы пришли сюда, вы стали на один час ближе к могиле. Да или нет? Да, это так. Жизнь уходит для каждого из нас. Тогда есть ли у вас время, чтобы нести каждое переживание словно рану? Нет. Вы должны превратить его в мудрость. Если с вами произошло что-то ужасное, вы должны стать мудрее, чем остальные, и раньше них, не так ли? Но, к сожалению, большинство людей выбирают раны просто потому, что в нашей системе образования, мы ничего не говорим о природе человеческого ума. Мы все время заняты изучением лягушек, дараканов, деревьев, химии, физики, планет и всего остального. Мы не уделяем никакого внимания природе вот этого. Так что мы не знаем, как использовать свои способности. Сейчас ваша величайшая способность как человека — это яркая память. Вы можете возродить в своей памяти всё, что когда-либо происходило. Да? Здесь находится хранилище, архив в вашем уме. Вы можете воспроизвести целое видео, если захотите. Но это стало проблемой. Вы начали страдать от старых фильмов. А ещё есть фантастическое чувство воображения, так что вас уже терзает завтра, которое ещё даже не наступило. В основном это происходит потому, что мы не научили наших детей и вообще людей во всём мире, как использовать свои способности, как использовать память и воображение, как переживать жизнь прямо сейчас, как улучшить восприятие в данный момент. Ваша жизнь происходит между этими тремя измерениями — памятью, переживанием настоящего и воображением. Это и есть ваша жизнь, не так ли? Эти три измерения мы называем трикала — три измерения жизни. Всё ваше переживание жизни происходит здесь. Но когда вы перестаёте различать прошлое, настоящее и будущее, тогда всё причиняет боль. Но не с каждым из нас происходило что-то ужасное. К сожалению, с некоторыми людьми это произошло. Но остальные просто страдают от чего-то, не так ли? Потому что страдать модно. Люди думают, что если они страдают, это делает их очень умными, глубокими людьми. Нет. Это просто глупо. Потому что вы страдаете от того, чего не существует. Вы страдаете не от того, что происходит прямо сейчас. Вы страдаете от того, что случилось вчера, или уже страдаете от чего-то, что может произойти завтра. Так что это безумие поощряется только потому, что мы никогда не учили людей, как пользоваться своими способностями. Вы согласны со мной, что эта человеческая машина, которая есть у вас и у меня, является самой сложной машиной на планете. Да? Вы когда-нибудь читали инструкцию к ней? Прочитали руководство пользователя? Нет. Когда вы собираетесь прочитать его? В последний день? Если вы покупаете новый телефон, вы должны прочитать инструкцию к нему в первые три дня, или через три года, когда вы его уже выбрасываете? Как можно раньше, не так ли? Нужно прочитать первый день. Только тогда вы сможете пользоваться телефоном как надо. То же самое справедливо и вот для этого. Как вы будете этим пользоваться, если вы не поймете, как это устроено? Оно поглотит вас. Вас поглощает ваш собственный интеллект. Вы можете называть это стрессом, тревожностью, болью, страданием, чем угодно. Но по сути, ваш интеллект оборачивается против вас. Вот что происходит. Если бы ваш интеллект работал на вас, следовал вашим указаниям, вы бы поддерживали в себе блаженство, не так ли? Да? Ваш интеллект обернулся против вас. Почему ваш интеллект работает против вас? Вот на что вам нужно обратить внимание. Вместо того, чтобы продолжать тащить на себя прожитое, те вещи, которые не должны были произойти. Это может настроить многих женщин против меня. Но будь я против вас, я бы здесь не находился. Да? Продолжение следует...